Александр Масиенко, военный эксперт, с вами на связи. Здравствуйте, Александр. Александр, вы сами бы дали сведению, как бы ответили на этот вопрос про раздачу российских паспортов. Это же с доброй волей, нарушение международного права, решение демографической проблемы Российской Федерации. И последний вариант ответа, почему не китайцам? Ну, нарушение международного права, безусловно. И это продолжение агрессии, той, которую ведет Россия против Украины. И один из элементов агрессии, конечно же. Но это, опять же, понимаете, Россия вышла за рамки международных норм, соглашений, международного права. Почему? Они могут себе позволить говорить о том, что мы можем аннексировать или присоединить любой кусок территории Украины. Например, любую часть Украины. Вот мы захотели, мы аннексируем. Они могут говорить о том, что могут не признавать независимость Литвы. Еще там разные аспекты. То есть, в принципе, они давно вышли за эти пределы. Ну, Путин же сказал вопрос, когда он, типа, ребенку задал вопрос, где заканчивается Россия. Ребенок задался, говорит, Россия не заканчивается нигде. Ну, давайте перейдем к актуальным темам. Покажем сейчас видео лайфе плюс небольшой кусочек интервью Арестовича. В Новой Каховке сегодня очень веселая ночь. В оккупированной, заметьте, Новой Каховке. Давайте посмотрим, потом обсудим. Поверь мне, красиво взорвается. То есть, сейчас удар по Каховке. Ах, да, красота. А чем ударили? Ну, чем-то же ударили, но идет детонация, поражение. Детонация, детонация, детонация. А, ну, склад боеприпасов. Это практически ежедневные сообщения у такого рода. Да, многоразовые в течение суток, я бы сказал. Смотрите, друзья, кто в Кремле не сообразил? Ваш там доблестный плацдарм правобережный уже готовят. Котлетку отбивают. Вот, подумайте, может, по-здоровому, да, по-добру свалить оттуда. Воскоточное оружие «Хаймерс» работает. Сегодня это все обсуждают. Александр, давайте поподробнее, что произошло, как там происходило, возможную информацию. Ну, дело в том, что в последние несколько недель эта тактика вооруженных сил Украины, нанесение ударов, артиллерийских и ракетных ударов по складам и арсеналам с боеприпасами и снарядами противника. Очень достаточно-таки удачная тактика, поскольку мы видим, как, начиная с востока, заканчивая югом Украины, рвутся склады, как точно наносятся удары различными типами вооружений. Я думаю, это не только «Хаймерс» работает, это и другие типы вооружения, которые есть сейчас у Украины. Работает точно, работает эффективно, прицельно. И результаты заметны. И против этой тактики российские войска пока что противоставить ничего не могут. Мы видим, что взрывается по тысячекилометровой фактически протяженности фронта. нигде, скажем так, не могут обеспечить безопасность для складов российских боеприпасов на российские войска. И в этом, конечно же, скажем так, определенный тактический успех очень хороших украинских сил, которые в перспективе способны привести к тому, что приостановить активные наступательные действия, особенно на востоке, что сейчас очень важно, потому что там идут бои. Но по востоку мы еще поговорим. Сейчас вот именно действия происходят в Херсонской области, Новая Каховка. Давайте посмотрим, что писали официальные пропагандистские российские СМИ относительно вот этого выноса в Новой Каховке. В результате удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады. Украинский удар по Новой Каховке пришелся не по ГЭС. Ага, сообщает источник, удар по Каховской ГЭС пишут. Вроде как, но понятно, что... Вот Соловьев наш любимый. В результате удара ВСУ по Новой Каховке серьезно писал склад с гуманитарной... В общем, склады с военной техникой выдаются гуманитарные. И, как стало известно же, вы вынесли около 40 бензовозов, что серьезно создаст проблему, опять же, на южном направлении. Давайте, поскольку мы уже сосредоточились на южном направлении, давайте уже это видео уберем. Поскольку мы сосредоточились на южном направлении, давайте обговорим, покажем карту сейчас, что у нас именно там в направлении Херсона, Новой Каховке, Херсонской области. Это правый берег Днепра. Это на правом берегу Днепра российский контингент оккупационный. Что происходит там? Сейчас все больше и больше именно они там теряют. В каком там положении, настроении что происходит? Ну, несколько недель украинские силы обороны по тому направлению наступают аккуратно, осторожно, пытаются продвигаться как с западной части, с юга-запада со стороны Николаева, так и с севера, со стороны Днепропетровской области. И шаг за шагом делают вот такие медленные, но уверенные шаги по освобождению украинской территории там. Думаю, что приоритетная задача стоит отбросить российскую группировку войск с правого берега Днепра, а дальше уже продвигаться по освобождению левой бережной части Херсонской области и дальше Запорожской в сторону. Ну, к этому еще перейдем. Смотрите, все равно пока еще агрессор достаточно имеет возможность обстреливать, в том числе и Николаев. Давайте покажем маленький кусочек, синхрончик, женщины, пострадавшие в результате сегодняшнего обстрела. Вчера в это время в 4.03 начался обстрел, сегодня в 4.03 тоже самое начался. Пошли взрывы, мы, наверное, стали между стенками, в дверной проем, там толщина стенки, это метр-метр-два, может быть, очень старый дом. Думали, будет безопасно, оказывается, со стек, с окна растекло. В общем-то, мужу листер растекло, у меня слегка. Сразу, ну, очень мощный взрыв был, и мы увидели за окном пожар. Ну, очень страшно, очень страшно. Напомню, что Николаев сегодня утром стреляли кассетными боеприпасами, и РСЗО «Торпеда-С» об этом сообщил заместитель руководства Офиса президента Кирилл Тимошенко. При всем при том, что наши, ну, украинские вооруженные силы продолжают контр-ступательные действия, точечные удары по складам, но у Российской Федерации хватает еще, у армии РФ хватает возможности обстреливать в том числе Николаев. Николаев по-прежнему еще при фронтовой городе. Также стреляют в последнее время и по Криворожской области, по Криворожскому району Днепропетровской области, окраины Кривого Рога задевают. Так почему это происходит, несмотря на, ну, достаточно успешные усилия наших военных по выносу складов, да? Необходимо еще бросить дальше, поскольку реактивная артиллерия достает на расстояние 80 километров системы торнадо или смерч, которыми часто обстреливают Николаев. Ну и, конечно же, ракетные удары, другими, например, ракеты, которые наносятся, крылатыми. Поэтому есть еще возможность, к сожалению, доставать, то есть дальность позволяет. Отодвижение сухопутных сил и подразделений, конечно же, оно создает определенным образом то кольцо безопасности, которое необходимо вокруг городов. Но все еще, к сожалению, есть у противника возможность по дальности доставать. Тут ключ ко всему освобождение Херсон. Как только будет фактически отброшен рак западной части, практически с правой бережной части Днепра, тогда возможности обстреливаться активной артиллерии у противника не будет. Доставать по Николаеву, по крайней мере. Ну, тогда будет доставаться Херсону в этот момент, насколько я понимаю. Хотя Херсон при оккупации не был трон, потому что Херсон просто оставили в тот момент. Да, скажите, вот все-таки, я понимаю, гадать на кофейной гуще – это не вариант для военных экспертов, вообще обсуждать войну на уровне предсказаний совершенно неправильно. Тем не менее, активные контрнаступательные действия в районе Херсонской области, по освобождению Херсонской области, когда ожидать, ну, скорее всего, об этом думает вся Украина, об этом, наверное, также думают часть тех россиян, которые являются активными противниками Путина. Я думаю, когда будет подходящий момент, я думаю, я считаю, что спешить не надо. Я считаю, что подгонять и, скажем так, и пользоваться определенным родом политической целесообразностью или поднимать эту тему и постоянно подогревать, наверное, тоже не стоит, потому что это скорее вредит ситуации. Я думаю, что цель и задачи понятны по освобождению и деоккупации украинской территории, но необходимо понимать, что надо это делать осторожно, по четким, выверенным, прагматичным планам и несоответствующее количество наступательного вооружения для того, чтобы провести несоответствующие контрнаступательные действия. Когда этот момент настанет, тогда, я думаю, мы точно это все увидим и узнаем. Есть вопрос от зрителя в нашем чате. Напоминаю зрителям, что можно писать, задавать вопросы нашим экспертам. Самое интересное будем озвучивать. Вопрос следующий. Я бы хотел спросить у вашего гостя. Может быть так, что на Украину нападут с Приднестровья в спину? Ну, я не думаю, на самом деле. Дело в том, что той группировки войск, которая там есть, ее недостаточно. Она отрезана от обеспечения. У них есть там большие склады, действительно, вооружение. Но я не думаю, что они способны действовать автономно. Они могли бы напасть, если бы российским войскам удалось продвинуться, пройти Ниталаев в сторону Одессы. И если бы были попытки успешной высадки морского десанта Черноморского флота РФ в Одесской области, тогда они могли бы выйти на соединение с этими группировками войск. Автономно действовать они не будут и вряд ли они на это решатся. Ну, а если пойдут, то там достаточно сил и сверху для того, чтобы их сдержать и разбить. Да, ну и от себя добавлю, что процентов на 70 военная группировка в так называемой Приднестровье, а это оккупированная часть левого берега Днестра, так считают, именно во Молдове, она состоит из граждан, так называемой, опять же, Приднестровья, из граждан Молдавии, Молдовы. Так что, насколько есть ли у этих людей желание воевать, то это и моральная составляющая. Это отдельный вопрос. Хочу перейти к Николаю, в смысле, к Запорожской области и подняться вверх. Что происходит в Запорожской области и тогда уже к более горячей точке? Давайте карту покажем. Ну, что касается Запорожской области, то, в принципе, точки скопления российских сил и артиллерии, они остаются прежними, это Васильевка и Орехов, два населенных пункта, которые контролируют российские войска и куда они подтягивают артиллерию, где она находится, и тоже пытаются обстреливать, наносить артиллерийские удары по украинским позициям. Очень интересно, что по сообщениям очевидцев на временно оккупированной территории в Запорожской области были зафиксированы российские танки Т-90 «Прорыв». Это, кстати, одна из новейших моделей российских танков. Это уже не Т-62, а старый хлам, который они привозили на это направление. Это, кстати, интересный момент. Я думаю, что за этим надо будет следить и наблюдать, какое количество танков они туда перевезли. И, в принципе, какие задачи будут ставить. Потому что если Т-62, вероятнее всего, там находятся, их просто прикапывают, сделая из них стационарные пушки, фактически для оборонных мероприятий, более действий в обороне, то эти танки могут использоваться более для атакующих действий. Поэтому тут необходимо будет мониторить ситуацию. Количество войск существенно не возросло. Но вот по технике действительно зафиксировали перебрасывание туда танков Т-90. И, возможно, там российские войска могут готовить какие-то или отвлекающие маневры для наших сил, или, возможно, прорывы по некоторым направлениям, хотя это и малореально. Ну и сейчас по-прежнему самая горячая точка – это изюмский, изюм наступление на Славянск. А что происходит там, насколько, ну, вчера смотрел того же Аристович, им там удается продвигаться, насколько я понял, но там проблемы с артиллерийской поддержкой. И бои прям просто лубовые идут. Ну, что касается, если мы возьмем Славянск, то где-то больше месяца российские войска предпринимают попытки атаки из трех направлений этого города. Они все безуспешны. Хотя бои действительно очень горячие, особенно район Богородичного, Светогорска – это на северо-восток от Славянска. Там активно, скажем так, идут боевые действия. А также идут боевые действия, потому что российские войска предпринимают попытки отойти от изюма западней Барвинкова и оттуда развивать наступательные действия тоже на Славянск, фактически с западного направления. И их там фактически сдерживают, не дают этого сделать. Там российские войска постоянно предпринимают попытки прорыва, но пока успехов у них там никакого нет. И я, в принципе, думаю, что, учитывая оборонные, скажем, мероприятия, которые вокруг Славянска, ну, систематически этот город укреплялся, инженерные сооружения, укрепленные позиции украинских вооруженных сил, силы обороны Украины смогут там продолжать сопротивление и удерживать оборону города. Хотя, безусловно, российские войска, они будут предпринимать еще не единожды, я думаю, попытки атак и такого нападения. Ну, а ежнее это Барвинков, это то же самое такое горячее направление сейчас в Донецкой области. Ну, и последнее, наверное, по карте, это Харьков. По-прежнему продолжают обстреливать Харьков. И что происходит там? Есть ли угроза наступления, опять очередного наступления на Харьков и попытка его взять? Ну, а там дело в том, что Харьков действительно очень страдает от обстрелов реактивной артиллерии российских сил, а также от обстрелов баллистическими ракетами «Искандер», которыми стреляют по Харькову с Белгородской области России. Это, наверное, самых два угрожающих сейчас элемента для города. Что касается наступления сухопутных сил, то были попытки российских войск прорвать оборону и фактически прорваться ближе к Харькову. Но украинские силы там осуществили несколько таких успешных контрнаступательных действий и опять же таки отбросили противника. Ну, я так понимаю, что российские силы снова будут предпринимать попытки атаковать. Поэтому, ну, скажем так, определенные риски сохраняются, но, тем не менее, там силы обороны держат линию и сдерживают продвижение российских войск в сторону Харькова. Они скорее там, российские войска там преследуют скорее две цели. Цель первая – испугивание наших сил на этом направлении. Это раз. И второе – они охраняют фактически логистическое обеспечение российской группировки войск возле Изюма. И если напомнить, то несколько недель назад, когда украинские силы пошли в успешную контратаку и разорвали вот это кольцо 20-километровое вокруг северной и восточной части Харькова, то дальше украинские силы вполне могли перейти северный Донецк на левый берег реки и попробовать прорваться к Волчанску и фактически блокировать пути снабжения группировки войск в Изюме, потому что именно по этой основной автодороге там идет снабжение. Но тогда российские войска подорвали мосты через северский Донецк. Наши контрнаступления, естественно, по этим причинам приостановились, и они уже завели дополнительные силы с территории России и начали переходить в контрнатхаки, но их остановили. Поэтому вот такая вот сейчас там ситуация. Хочется обсудить сейчас с вами состав вооруженных сил Российской Федерации, именно личный состав. Информация есть, что в Российской Федерации происходит доукомплектование вооруженных сил людьми, которые сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы, то есть уголовниками. Насколько эта информация может быть реальностью, и каким образом это изменит моральный дух, моральную составляющую военных российских? Ну, тут речь идет, насколько я помню, о частной военной компании Лига, или Вагнера, всегда бывшей компании Вагнера. Они вербуют их туда, то есть якобы официально не вооруженные силы, а вот в частной военной компании действительно есть такая информация о том, что это смесь лишения свободы, особенно люди, которые туда попали, осужденные за особо тяжкие преступления. Ну, создание таких штрафных батальонов. Я не думаю, что это будет иметь серьезный успех на самом деле, хотя, безусловно, будут те, наверное, согласиться и будут пополнять ряды частной военной компании. Но я вам хочу сказать, что моральный дух не будет высокий, поскольку, во-первых, это свидетельствует о деградации этой частной военной компании, поскольку, несмотря на то, что и сам Уткин, основатель, скажем, военного крыла ЧВК Вагнер, и его подопечные большинству, многие из которых там откровенные антисемиты, неонацисты и так далее, таких-то много, но все-таки это были, как правило, профессиональные военные, у которых был опыт участия в боевых действиях и так далее, то сейчас они деградировали и скатились до того, что уже не имеет никакого преимущества тот факт, есть ли у вас наличие военного опыта, участия в боевых действиях, воинской службы и так далее. Абсолютно все равно, поскольку они понесли серьезные потери, а война продолжается, поэтому они уже начинают набирать, в частности, и вот таких вот, скажем, людей, уголовников фактически. Ну, это деградация. Что касается... Ну, смотри, Александр, секундочку просто добавлю. Ну, смотрите, в период Второй мировой войны штрафные батальоны достаточно успешно использовали на фронтах, когда уголовников также отправляли, мол, кровью надо смыть свое преступление, и чуть ли не с лопатами отправляли воевать. Здесь подобного рода возможно, или тогда было просто заряжено каким-то духом, дух обороны Родины? Ну, сейчас, безусловно, тоже будут таким же заряжать, это понятно, по тем же примерам. Но я не думаю, что это... Понимаете, как... Имеет же очень важная среда, да? То есть, я почему сделал акцент, что речь идет о частной военной компании, о которой, да, несмотря на то, что они воюют в разных частях мира, у них довольно-таки своеобразные ультраправые неонацистские взгляды. Это, к слову, кому-кого надо геноцифицировать, было бы. И этому есть не одно подтверждение. Ну и поэтому... Но, тем не менее, в этой структуре, как правило, числили всегда профессионалы. То есть, туда с улицы попасть было невозможно, если вы не принимали... Вот я вам расскажу кейс этих людей, которые воевали в 2014-2015 году на Донбассе. Так вот, эти частные наемники, это, как правило, были военнослужащие войск Российской Федерации, офицеры, у которых есть боевой опыт, и которые выполняли задания в горячих точках. И сейчас до чего они скатились? Поэтому я не думаю, что именно в контексте частной военной компании эта среда принесет подклад. Не думаю. И что касается в целом морального духа, то он продолжает падать. Это становится заметно. Если еще два месяца назад было видно, заметно, что там действительно были какие-то патриотические лозунги и так далее, родину защищать, то сейчас все чаще, и это известно записей переговоров российских военных либо между собой, либо членами своих семей, которые в России, все чаще становится заметным падение морального духа в силу разных причин. Кому-то недоплатили, кто-то уже не выдерживает там по психологическим особенностям, кто-то видит, какие потери несут, насколько гибнет людей, российских военных, и не хочет оказаться в ряду таких же. Кто-то просто уже устал, потому что их сучение из Беларуси, передерживая фактически в поле, дальше кинули сюда, в эти условия. В силу разных причин, поэтому моральный дух в целом начинает падать. Подтверждение ваших слов, и тоже последнюю тему, которую хотелось бы обсудить, пока в ЧВК Вагдар набирают уголовников, очень многие контрактники с Бурятии пишут отказы. 500 человек уже написали отказы, и есть информация, что когда их везли автобусами на территорию Украины, они буквально выпрыгивали из окон, чтобы только не оказаться там. Давайте посмотрим небольшой синхрон на эту тему главы фонда «Свободная Бурятия» Александры Гарможаповой. Нет, приземлился самолет, в котором было около 150 военнослужащих. Это военнослужащие, которые расторгли контракт с Минобороны. Они очень долго добирались до дома. Почему это произошло? Вы недавно могли видеть обращение жен военнослужащих из Бурятии, которые просили заменить их мужей на других мужчин и вернуть их мужей из Украины. На самом деле они использовали такую формулировку в рамках военной цензуры, потому что они просят заменить своих мужей. На самом деле они, конечно, просили стопроцентно их вернуть, потому что в тот момент их мужья уже написали рапорты о расторжении с контрактом. Но получилось так, что после того, как их обращение появилось в сети, автобус с этими мужчинами, которые уже ехали домой, его развернули в последний момент, и их снова отправили на территорию. Оккупированную в Украине и оставили там еще на 10 дней. И вот вчера, наконец-то, вчера-сегодня потихонечку самолеты начали приземляться, и вот там, собственно, есть те, кто уже отказался. Ну, вы слышали. Давайте проанализируем подобные действия. Это, так сказать, не хочется быть циничным, но тем не менее, как бы то, что называют боевые буряты. То есть достаточно большая часть в контрактной армии Российской Федерации это выходцы из Бурятии, жители Бурятии, граждане Российской Федерации, которые подписывают контракты. И очень много мы знаем. И помним, при оккупации и аннексии Крыма были люди с бурятской внешностью. И уже в 2014-2015 годах, в 2016, во время оккупации части Донбасса, и вот уже при полномасштабном вторжении мы знаем. И вот мы видим, настроение резко меняется. 500 человек – это серьезно для большой армии? Как вы считаете, какие оценки дадите? Это очень показательно, я хочу сказать. И я хочу еще отметить, что сейчас, как минимум, один случай буквально за несколько дней был зафиксирован тоже в контексте бурята, то, что один бурят обжалывает запись у себя в личном деле о том, что он неблагонадежен для российской армии, поскольку отказался принимать участие в войне против Украины. Но 500 человек – это практически, ну, считайте, большая часть батальонно-тактической группы. То есть это, в принципе, процентов 60-70 батальонно-тактической группы, которые воюют против Украины. Да, это может показаться кому-то немного, но я думаю, что этот пример показателен как раз с той точки зрения, что, как правильно вы подметили, о том, что именно очень много бурятов участвует в войне против Украины. И то, что именно, в частности, именно с них начинаются вот такие, скажем так, ростки протестного движения, но это тоже очень показательно, как мне кажется. Это тоже показывает, и это очень характерный пример. И то, что, кстати, в России начали появляться доски, где вывешивают фотографии солдат, офицеров, которые отказываются воевать в Украине, это тоже достаточно такие показательные. То есть они пытаются заклейметь, они пытаются всячески российская пропаганда, скажем так, очернить. Российские правоохранительные органы ищут статью, которую можно пришить, извините, за такие действия и так далее. Ну, все по классике, в принципе. Но все равно, несмотря на это, несмотря на такое вот давление массовое российских властей, все равно вот появляются такие люди. И я думаю, что это будет, эти процессы, они будут только увеличиваться. Несмотря ни на какое давление, несмотря на репрессии, оно все равно постепенно, потому что, понимаете, риск даже попасть в тюрьму и отбыть наказание, кстати, там отказ за невыполнение приказа не такой же большой срок, даже если отбытие наказания. Он все равно... Да, я могу сказать, спасибо, Олег, Олег Остов, спасибо, спасибо, Александр. Александр Мусиенко, военный эксперт, был с нами на связи.